Печенье это хорошо, но мы не забываем, что началась та самая агитация кандидатов в депутаты. И вот что же произошло. Рекламные конструкции исторического парка «Россия. Моя история» были испорчены такой вот агитационной листовкой. Вот сейчас прям про это более подробно поговорим. У нас на связи наш гость, руководитель дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева. Диана Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы немножко так рассказали, что произошло, но тем не менее, вот расскажите, каким образом испортили рекламную конструкцию исторического парка? В выходные дни, когда наши коллеги прогуливались по улице Красная, они увидели, что на рекламном баннере мультимедийного парка «Россия. Моя история» наклеены агитационные листовки, на которых написано «Хазеев работает». Мы позвонили, нашли Марселя Хазеева, это депутат, попросили снять эти листовки. Он сказал, что эти листовки ему не принадлежат, что это провокация. Через несколько часов листовки были вырезаны самым варварским методом, обнажив бетонный забор, там появились просто дыры. То есть сейчас наш рекламный баннер не подлежит вообще восстановлению, его нужно менять целиком и полностью. Я не утверждаю, что этот баннер был архитектурной доминантой или главным украшением города, но тем не менее, он закрывал вот этот вот страшный, непривлекательный забор в центре города. А теперь просто и нам страшно обидно, что поступили вот так вот с нашим баннером. Нам кажется, что это безусловно репутационные потери. Но и вот в городе, когда ты едешь по центральным улицам города наблюдать вот такую картину, и сделано это самим ли депутатом Хазеевым, его ли группой, а может быть действительно это его конкуренты. Но то, что поле битвы за место депутатское становятся улицы города, фасады домов, рекламные конструкции, ну это просто недопустимо и непозволительно. Извините за мой эмоциональный тон, но это прям очень больной вопрос для нас и для меня лично, как для Челябинки. Уважаемые депутаты, ведь вы же баллотируетесь, вы же хотите, чтобы мы отдали вам свои голоса и вот так вот бездумно, вот так вот безответственно поступать с тем городом, на благо которого, как вы утверждаете, вы планируете работать. Вот это то, что я хотела, обратиться к депутатам. Безобразие. У нас есть сейчас скрин с сайта, Марсель Хазеев в общем-то утверждает, что это провокация, он разместил тоже в социальных сетях вот это вот свое обращение по этому вопросу, по этой истории, он говорит, что вот прям враги специально это все сделали. Я думаю, что сейчас действительно не наша задача разбираться, кто это сделал. Вот, Диана Алексеевна, вы, по-моему, все-таки подали заявление, да, куда и какое? В прокуратуру мы отнесли вчера заявление и мы хотим, чтобы компетентные органы разобрались, провокация ли это, чья это провокация, деятельность ли это депутата Хазеева или его конкурентов. Мы хотим знать правду и хотим, чтобы виновные понесли наказание, чтобы это впредь просто не повторялось. Давайте беречь уже наш город. А вообще какой ущерб был причинен историческому парку? Оценили уже, сколько это будет стоить? Оценили. Коллеги, это более 100 тысяч рублей. Это печать, это макет, это размещение, это аренда мест, это очень дорого. Тем более сейчас парк не работает уже несколько месяцев. Естественно, никаких доходов мы не получаем. То есть это, как мы будем решать эту сложность, мы пока не знаем, пока мы просто расстраиваемся и будем думать. Естественно, это нужно снимать срочно. Челябинцы не заслуживают того, чтобы в центре города любоваться вот на эти дыры. А можно еще небольшую реплику? Я хочу обратиться к Марселю Ходиеву. Марсель, даже если это ваши конкуренты, я уверена, что депутат несет ответственность и за агитацию, и за противодействие черному пиару. Знаете, вот как есть разведка, есть контрразведка. Несите ответственность и за то, что делают ваши конкуренты в ваш адрес. Вы выбрали эту стезю, вы выбрали эту дорогу, и мне кажется, что вы должны быть ответственны и за это в том числе. Будьте внимательны к своей агитации, чтобы ее не воровали, и потом не обклеивали весь город, ведь мы же не одни. Вот мне кажется, на самом деле это обращение ко всем депутатам, потому что сейчас эти листовки, они наводнили и подъезды, и наши почтовые ящики, и портят улицы родного города. Но было бы очень круто и очень красиво, если бы Марсель Хазиев взял и потратил свои деньги для того, чтобы восстановить эту рекламную конструкцию. Взял ответственность, по крайней мере, за случившееся. Ну что же, мы просим вас не расстраиваться, мы думаем, что все-таки найдутся виновники, и ущерб будет возмещен. С нами на связи была Диана Малышева, руководитель дирекции фестивальных и культурных массовых мероприятий Челябинской области. Будьте, пожалуйста, бдительны. Ну а далее у нас путешествия в квартире, самые фэшенебельные круизные лайнеры.